Ты в браке 15 лет, а на самом деле у тебя ни разу не было оргазма. Да это невозможно! Как у такой жирной может быть секс? Я вообще не понимаю, почему стыдно пользоваться вибраторами. В 10 лет думать о том, что у тебя жирный живот? Ну нельзя всю жизнь выглядеть на 20. Все, что есть, суп из Китая и хлеб. Больше у тебя еды нету. Что бы ты себе вот из нынешней точки тогда сказала? Мало того, что живешь, еще и родила от мудака. Новые выпуски «Гости веселья». Слезы и техники раскрепощения. Слушая нас, ты найдешь себя снова. Эмоциональный Робин Гуд. С Мариной Гончаровой. Это заклинание какое-то? Да. А у нас есть заклинание для оргазма? Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Эмоциональный Робин Гуд» и Марина Гончарова. И сегодня у нас в гостях просто лучик солнца в розовом пиджаке, которую зовут Маша, которая ведет прекрасный блог про все на свете. Про путешествия, про секс-просвещение, про бодипозитив. И это так называется? Бодипозитив, правильно? Бодипозитивизм, я не знаю, а что так называется. Поэтому, Маша, спасибо, что ты пришла, во-первых. Во-вторых, ты красотка, конечно. Сережка у тебя. Да. Просто огонь. Я специально села так, чтобы была видна Сережка. Когда мы с Машей сговаривались об интервью, я ей сказала, как и всем другим участникам нашего интервью, что, Маша, давай выберем место, которое для тебя является особенно ценным. На что Маша мне ответила. У меня есть одно единственное ценное место. Это то, где можно пожрать. Мы поняли, что в ресторане нам не собраться. И поэтому мы принесли ресторан с собой. Мы решили сделать вот такой букет цветов Маше подарить. О, Господи, там я уже вижу батоны хлеба. Это замечательно. Я забыла распаковать его. Еще бы круассаны вообще. Это у нас потом будет дом. Так. Так. Это не важно. Вот. Вот такой букет. Чтобы было что пожрать. Знаете, тут есть хлеб, тут есть сервелат. Боженький мой сыр. Фисташки. Вот это, понимаешь, полезный букет. Его можно съесть. Вы знали, как он пахнет сервелатом? Очень классно. Лева, давай положим, чтобы у нас пахнуть и раздражать аппетит. Ну, отлично. Итак, ты ведешь, по-моему, суперклассный, супервеселый, супероткровенный блог. На самом деле, про самое важное, что сейчас есть, да? Про принятие себя. Про то, чтобы понять, что идеализация ушла давно в прошлое. А вот ты расскажи, пожалуйста, про себя. Ты сама всегда вот так принимала? Вот если мы берем конкретно тело. Ты всегда принимала свое тело? Ты всегда так себя любила? Это, кстати, поразительная вещь, потому что зачастую люди проходят, ну, через какую-то боль изменений и потом делятся своим опытом. Ну, как, например, у кого-то были там расстройства пищевого поведения, и это была очень болезненная и тяжелая история. Вот они это преодолели, потом они могут рассказать. У меня было абсолютно другое. У меня всю жизнь было все окей. Я всегда думала, что со мной все в порядке. И на самом деле о том, что со мной что-то не в порядке, я узнала только, когда завела блог. Потому что мне тогда все написали. Просветили. Да, то есть, как бы, это был раз. И второе, блог я начинала именно как секс-просветительский. Это как раз для меня было открытие. То есть, я, как все, жила в полной уверенности, ну, что надо, как это, главное найти мужчину, вот тут будет счастье. А вот что с ним делать, нам особо никто не говорил. Ну, мы думали, ну, камон, что, я там не знаю, как сексом заниматься. Ну, и вот как-то так тоже, до 30 лет я что-то вроде как-то понимала. Но, если честно, я там не очень понимала, что, от чего случается оргазм, что он делает там, что. Ну, как-то когда-то бывали, когда-то нет. Я думала, наверное, у всех-то. Я думаю, у меня еще бывали, а кучу женщин вообще не бывали. Вот. И, в общем, когда я начала в этой сфере, просто я подумала, как журналист. Если я что-то не знаю, ну, надо уже себе в этом признаться и просто где-то это узнать. Знания-то есть. И вот я начала ходить на всякие конференции, посвященные сексу, какие-то там тренинги. Еще просто с разных мест собирать информацию. Вот тут-то для меня открылся новый мир. Я узнала, и тогда мне захотелось поделиться этим с общественностью. И с историей тела произошло так, что, ну, во-первых, мне все написали, что у меня все не так. А во-вторых, я поняла, что для фактически всех женщин самая большая проблема в сексе – это, собственно, непринятие своего тела. Я поняла, что вот этот момент, когда надо обнажиться перед партнером, вот это самое страшное, потому что теперь же он увидит все мои складки и вообще, что я не идеальная. А тут где-то у меня живот, а тут целлюлит. И, ну, и все. Ну, то есть в этот момент женщина думает не об оргазмах и удовольствиях, она думает о том, как она выглядит, и что об этом подумает партнер. И эта проблема, ну, мне кажется, у каждой женщины такое было. Вот. И я поняла, что это настолько важно как-то объяснить женщинам, чтобы с ними все в порядке, чтобы они себя приняли, поверили в себя и больше об этом не думали, собственно, а думали о получении удовольствия. И поэтому, ну, то есть в какой-то момент из только секс-просветительского блога я поняла, что тема «Будь позитива, принятие тела» – это очень важная история. И, ну, как бы это стало тоже очень большей частью моего блога. А вот ты говоришь, что ты всегда себя принимала. А как ты росла? Вот если вспомнить твое детство, юность, ты росла в любви? Ну, это без сомнения супер важно, если в семье поддерживающая обстановка, если родители, как бы, тебе говорят о том, что ты красивая, что, более того, объясняют про разнообразие тел в мире, и то, как бы, дают тебе понять, что, вот да, есть, конечно, кино, есть модельный бизнес, ну, и там приняты там девушки с определенными телами, но это не значит, что у тебя оно плохое, что с ним что-то не так, и что там ты недостойна любви. Вот. Ну, конечно, в моей семье, ну, не совсем так. Другое дело, что меня не шеймили. Есть совсем же плохо, когда с детства родители говорят детям, куда ты жрешь торт, тебя никто не будет любить. Я это наблюдала там. Девочке 10 лет, мама ей за столом говорит, ты что, хочешь быть жирной, чтобы тебя никто не любил? Ну, на самом деле, я помню, я в бассейн хожу регулярно, я как-то в раздевалке наблюдала картину, была девочка, ей было лет 10 с бабушкой, и они переодевались в купальник для тренировки, и она начала реально плакать, истерики, я не надену раздельный купальник, потому что у меня жирный живот. Вот. Ей было лет 10. Я смотрела на это. Ну, то есть, ребёнок же не сам это придумал. Это где-то вот, ну, скорее всего, в семье. Может быть, мама настолько озабочена там своим внешним видом, и, собственно, на неё вот эти все свои страхи перекидывает. То есть, в 10 лет думать о том, что у тебя жирный живот, это страшно. Ну, то есть, она реально говорила, что я страшная, стрёмная, я никуда не пойду, меня все в бассейне увидят. И когда я это увидела, я поняла вообще, насколько у нас в обществе, ну, совсем всё плохо с восприятием тел. И я считаю, что это очень важно показывать разнообразие на своём примере в том числе, что я как-то один раз думала, ты когда открываешь ленту Инстаграма, ты вот её листаешь, там все красивые, все вот у нас всё очень красиво, фотографии, позы, вот эти вот талии. И я как-то поняла, думаю, но это же не репрезентативная выборка общества. Люди разные, и я хочу, чтобы моя лента состояла из разных людей, потому что тогда я буду понимать, что это нормально. И я реально села и начала искать блогеров, ну, как я все время говорю, среднестатистических женщин. Это в нашем восприятии, когда мне пишут, что вы жирная, я думаю, господи, люди, что с вами? Я вообще просто вот, если брать среднюю выборку, есть какие-то, кто-то очень полный, кто-то очень худой, но вот основное большинство – это абсолютно вот средние женщины. Там в размере МЛ, там, я не знаю, 44-48, да, а дальше уже, ну, там, в процентном соотношении это будет по-любому меньше. И вот как бы вот то, что шеймит абсолютно нормальных, здоровых, средних женщин, вот это вот страшно. И я такая, я хочу, чтобы у меня таких женщин было больше в ленте. Я начала искать блоги, и, конечно, это были все в основном иностранные блоги, потому что на нашем пространстве таких мало, но, слава богу, их начало появляться больше. И я исходила из того, что, если когда давно я завела блог про секс, когда никто не писал про секс, и это было очень хорошим стартом, что появилось много секс-блогеров, и теперь эта тема стала намного более свободной. И я такая, ну вот мы же изменили общество представления, значит, теперь нужно сделать так, чтобы появлялось больше блогеров с нормальной, среднестатистической вежливостью и телом, и они не стеснялись это показывать. И чем больше их будет, тем больше у людей будет представления о том, что это нормально. Вот, и я выстроила свою ленту так, что в ней очень много разных женщин, с абсолютно разной фигурой. Причем там как бы есть как очень худые, как очень полные, но все равно большинство это просто вот с середины. Мне нравится смотреть эту ленту, как бы. Я понимаю, насколько, что и так нормально, и так нормально. Кстати, я еще в последнее время тоже ищу, ну, например, блогеров в возрасте, чтобы женщина там за 60, например, мы-то думаем, что за 60 в целом твоя жизнь кончилась, заканчивается. Вот, а я хочу тоже видеть таких женщин, ну, как бы в общественном пространстве, потому что это мне дает понимание, что в 60 жизни заканчивается. Я могу вести насыщенную жизнь, что у меня могут быть там и семья, и путешествия, и какие-то там романы, свидания, дискотеки и прочее. Вот таких примеров, например, я тоже хочу, чтобы было. Потому что это как тебе показывают мир в его разнообразии, а не то, что вот все замерли в какой-то фигуре 20-летней немфетки и натужно пытаются всю жизнь вот так выглядеть. Ну, нельзя всю жизнь выглядеть на 20. Ну, конечно, знаешь, и вообще твоя тема, почему меня так взбудоражил твой блог, меня просто так тряхануло, когда я впервые наткнулась на тебя. Потому что он же на самом деле не просто про бодипозитив, да, он про вот это какое-то вот нашу классовость, когда мы по расе, по вероисповеданию людей, по какому-то политическому взгляду, мы все вот таким образом сегментируем людей, тем самым вот так под откосик всех. И, конечно, ну, ты делаешь мощную штуку, а скажи, а почему так важно было говорить про секс, про оргазм? Ну, то есть, как бы, если посмотреть на общую картину мира, то, ну, как бы, секс — это важно, но не так, чтобы про это уж делать из этого какую-то огромную сверхзадачу в своей жизни. Почему для тебя это так важно было? Для меня это было очень важно, потому что, как я сказала, я сама открыла для себя абсолютно новый мир. Секс — это довольно большая часть нашей жизни. Все мы занимаемся сексом. И у всех у нас есть вопросы, проблемы, непонимания, но из-за табуированности темы мы, во-первых, не знаем, как об этом рассказать, кому рассказать, с кем посоветоваться и вообще что-то про себя понять. И это, на самом деле, доставляет много болезненности людям. Потом, знаешь, вот плохо, когда ты в браке 15 лет, а на самом деле у тебя ни разу не было оргазма. И ты впервые вообще об этом Маше пишешь, которая, ну, разговаривает о сексе свободно, и ты понимаешь, что с ней этим можно поделиться. А таких женщин реально очень много. И на самом деле, ну, все, что им не хватает, это просто информация. Мне казалось, это очень важно — поделиться информацией. Опять же, если брать среди статистическую выборку, есть совсем плохие случаи. У кого, правда, большие проблемы с сексом, там, кто перенес сексуализированное насилие, еще что-то, ну, это отдельная работа со специалистами, как бы, да. Но у остальных людей все окей, у них просто нету знаний, как устроено их тело, что надо делать, отчего случается оргазм, какова природа оргазма. И они про себя-то ничего не знают, где им приятно, что ты с женщинами переписываешься, да они не мастурбировали никогда. Ну, то есть, она там, вот, я не получаю оргазма с партнером. Я говорю, а во время мастурбации? Она такая, ну, я как-то вот этим не занимаюсь. Почему-то это считается, что это очень постыдно. Ну, по разным причинам. Ну, то же самое. Ну, или, знаешь, кому-то бывает, мужчина может какую-то травму нанести, там, женщина во время секса начинает дополнительно пальцами стимулировать клитор, он говорит, тебе что, меня не хватает? Ну, как будто, как будто вот кто-то нам сказал, что только вот именно членам и именно во влагалище можно доставлять женщинам оргазмы. Все остальные способы как будто не кошерные. Ну, это же глупости. И мне казалось, что надо просто людям рассказать, дать информацию. Это очень важно было. У нас уже в наш век информации, когда есть доступ ко всему, секс по-прежнему остается супер табуированной темой. И мне хотелось как-то снять табу с этой темы. Что можно нормально говорить? Мы же все взрослые люди. Почему мы можем там с тобой поболтать о стиральной машинке? Я вот купила новую, она вот, у нее такие функции. Ну, почему я не могу тебе про вибраторы рассказать? Да, да. Это тоже классные. Тоже вибрирует, как машины. Только мобильнее. Ну, это правда было. Ты когда хочешь купить себе стиральную машинку, ты лезешь в отзывы, все там написано. Я думаю, ну, кто бы когда писал отзывы про вибраторы? Поэтому я и думала, что надо начать делать обзоры на вибраторы, чтобы людям было понятно. На самом деле, я думаю, что это очень многим помогает. А скажи, ты когда впервые вышла в блог, показав свое тело, какая была реакция общества? И сколько у тебя тогда людей было, которые это увидели? Ну, слушай, я уже так не помню. Ну, то есть, блог-то рос постепенно. Но в целом, где-то уже там с 10 тысяч подписчиков, конечно же, приходят люди и начинают тебе говорить, что с тобой не так. Мне сразу все писали, что как у такой жирной может быть секс. Но это было мне очень смешно. Я объясню, мне всегда спрашивают, вот как же так выдерживать столько хейта в свою сторону. Во-первых, когда у тебя есть хорошая нормальная самооценка стабильная, и ты понимаешь, что с тобой все в порядке. Главное, что нужно знать, что человек, который тебе что-то пишет, это вообще к тебе не имеет никакого отношения. Никогда он не говорит про тебя. Он всегда говорит только про себя. Этот человек говорит тебе свою боль. Как же так? Я считаю себя очень жирным, и я считаю, что я недостоин секса. А тут вдруг, почему-то, вот эта женщина рушит этот мой весь вот... Как бы я себе придумала эту реальность, мне в ней комфортно. И я вот думаю, что как только я похудею и стану модельной внешностью, с моей личной жизнью все будет хорошо. Вдруг в мой адмиролог врывается эта женщина, которая показывает совсем другую картинку. Мне становится больно от этого. Очень больно. Настолько я не могу перенести эту боль, что мне легче, значит, написать гадость этой женщине и как-то почувствовать себя намного легче. Ко мне это не имеет вообще никакого отношения. Так всегда. Поэтому я говорю, что я не страдаю от этих сообщений. Я в этот момент испытываю много жалости и сострадания к этим людям. Потому что им очень плохо жить вот в этом их мире. Они от этого страдают, поэтому они так пишут. Человек, который все хорошо, такой и не пишет. А как тебя тогда не разрывает от этой жалости? Ведь очень много пишут. Я могу представить, сколько. И ведь люди же обновляются. И с каждым разом все. Сколько ты везешь в блог уже? Ну, уже шестой год. Шесть лет пишут, 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 пишут. Пишут. Я уверена, что сообщения-то все примерно одного типа. Ты знаешь, мне... Вот шизофреничка новая была, да? Судя по тому, что ты сказала несколько лет. Да. Написали маршрую, что у нее шизофрения. Да-да. Я снимала очередной рилс, где я показывала свое тело. И мне сказали, что, конечно, я за эстетику, а у вас, похоже, шизофрения. Как вот от этой жалости не разорваться ведь? Или не раздражаться, да? То есть все равно же надоедает, когда одно и то же приходит. Ну, это не настолько надоедает. Как бы здесь есть такое понимание, что не все в этом мире счастливы. Правда, у людей очень много и травм, и каких-то болей, и еще что-то. Я бы, конечно, очень хотела всех обнять и эти травмы залечить, но это не в моих силах. Это в силах этого человека. В данном случае я ему могу очень посочувствовать, что он выбирает путь страдания, а не выбирает путь любви. И, ну, собственно, мне кажется, что сочувствие – это вообще единственное, что в данном случае. Если я буду там на него злиться, писать ему гадости в ответ, тем самым я буду только подтверждать его мир, в котором вот у него все плохо. Я зато… Есть суперклассные истории. Ну, то есть в течение шести лет было очень много людей, которые начинали с «Жирная уродина», почему-то не отписывались, и потом вот что-то щелкало и менялось. И то есть есть куча женщин, куча подписчиков, которые, ну, прям пишут большие истории. Знаете, я когда вас впервые увидела, я просто настолько была возмущена. И, ну, говорит, мне… И, говорит, правда, иногда мне хватало так-то не писать вам гадости, но то есть про себя я все думала то же самое. И вот может пройти там год-два, и человек абсолютно меняет свое мнение, и я тогда думаю, ну, это значит работает. Ну, то есть на самом деле это классно. И я поэтому зачастую… Я не блокирую людей, которые говорят мне, что я жирная. Я всегда тешу себя надеждой, что что-то изменится. Потому что иногда я смотрю, правда, люди на протяжении двух лет мне пишут, там, жирная, фу, как можно трясти жирами, тра-та-та. Я такая думаю, ну, интересно, вот уже два года прошло, может быть, к третьему что-то изменится. Вот, у кого-то меняется. А почему такие люди не отписываются, как тебе кажется? Это, кстати, тоже большой вопрос. Я вот всегда думаю, они же испытывают негативные эмоции, ну, то есть вот они каждый раз смотрят, они злятся, они пишут гадости, пишут, пишут. Я вот думаю, слушай, надо как это, вот питаться этими чувствами. Если меня кто-то раздражает, я сразу убираю. Так, ну, что мне негативно? Вот это всё больше позитива добавляет. Может быть, это в целом, ну, уж если жизнь из них наполнена страдания, то если ещё одно, то это не так заметно. Не знаю, почему так происходит. Я правда не знаю, зачем. Потому что это у всех вообще, у всех людей, которые выходят в медиапространство, как говорят хейтеры, самые надёжные слушатели. Они вот все отпишутся, а хейтеры останутся. Да, и это какой-то вот этот фактор того, как люди цепляются. Может быть, это из-за того, что у них есть желание выплеснуть свою агрессию? На мужа они не могут выплеснуть, а тебе написать, что ты жирная, могут? Может. Ну, слушай, ты ещё, я говорю, там, ладно я, а есть кто-то может там годами наблюдать за творчеством Анжелины Джоли и про себя каждый раз думать, что она уродина, ужасная актриса, бла-бла-бла. Анжелина Джоли, вообще даже его существование может называть, это человек живёт годами, и вот питаясь вот всем этим. Я, правда, не знаю, потому что я такого не испытывала, мне тяжело их понять. Но это, правда, странно. Вот смотри, есть очень много людей, которые не выходят в публичность в любом формате. Они идут на свидание, не выходят, не заводят блог, не начинают искать новую работу, потому что все боятся только одного, все боятся осуждения. Только этот фактор останавливает всех людей от того, чтобы развиваться по своему пути. Что вот я вылезу из норки, и меня подрежут. И вот это относится и к телу, и к голосу, и вообще к характеру, к вере, ко всему на свете. И вот чтобы ты таким людям объяснишь, что ты отвечаешь, как лучше отвечать. То есть мы от нападок никогда не уйдём. Какой бы идеальный ты ни был, какая-нибудь одна гадина всё равно напишет тебе, какая ты гадина. Вот хоть ты тресни. Но что ты им отвечаешь, вот этим людям? Как людям, которые неподготовлены, защититься, предположить, что они могли бы ответить? Ну, во-первых, я предполагаю, что, скорее всего, люди, которые вот так чего-то боятся, они когда-то в жизни очень сильно обожглись. Было ли то в детстве, когда родители им что-то сказали. Вот они что-то сделали, а их настолько загнобили, там, что за говно ты тут слепил, да кому это нужно? И вообще, там, сиди, дом не высовывайся, бесталантливый, бесталантный. В общем, либо это, ну, там, в какой-то подростковый период, какая-то первая любовь. Ну, неважно, кто-то вот поставил травму, что эту травму они не пережили. Теперь каждый раз они боятся снова повторения вот этого сценария, что они опять что-то сделают, и всё будет плохо, и их за это все загнобят. И то, чего они боятся, зачастую чаще всего и повторяется. Ну, как бы, ты чего ожидаешь, то и получаешь. И вот преодолеть эту историю, на самом деле, в целом-то мой главный совет поработать с психологом. Это не такая сложная задача, чтобы её решить. Но надо понимать, что мы все не идеальны, мы все делаем не что-то там идеально. Но главное, что-то делать. Вот не получает критики тот, кто ничего не делает. Но когда ты ничего не делаешь, собственно, ничего в твоей жизни и не случается. Если ты хочешь как-то расти, развиваться, ты так или иначе будешь что-то делать, и будешь делать ошибки. Надо понимать просто, что это нормально. Если ты ошибся, это не значит, что ты плохой, или я не знаю, что там за это тебе нужно сделать. Это всего лишь твой опыт. Когда у тебя что-то не получается, ты, по крайней мере, получаешь знание, что вот так не работает. Я всегда на этом примере говорю секс-игрушками, когда люди так расстраиваются, что вот они купили игрушку, а она им не зашла. Как же вот так можно? Я думаю, господи, они зато получили опыт, знание, что вот это мне не нравится, так это со мной не работает. Значит, надо попробовать что-то другое. Мне вообще кажется, что опыт это самое главное, что мы получаем в течение жизни. Если, например, сменить, ну, хотя бы угол, как на эту проблему смотреть, а вот представлю я себе, что я сейчас получаю опыт. То есть мне надо понять, что работает, что нет. Даже когда вот не работает, то это тоже опыт. А что им отвечать? Вот людям, вот если ты выходишь куда-то, и тебе пишут, ты жирная, ты неталантливый, у тебя противный голос, какой ты скучный, господи, дрень какая, вот что таким людям отвечать? Это здорово, ты сказала, что ты испытываешь к ним жалость, да, это какой-то больший объём. Ну, во-первых, не всегда обязательно надо что-то отвечать, мне вообще кажется. Ох, какая это, конечно, вопрос-то сложный. А кто говорил, что будет легко? Это комплексная история. Во-первых, нужно иметь хорошую, устойчивую самооценку. То есть, когда ты в себя веришь, когда у тебя внутри вот есть этот стержень, то, что бы тебе ни говорили, ты в себя веришь, и ты понимаешь, да, могут звучать такие голоса, может быть такое мнение, может быть другое, но я в себя верю. И это тебе, конечно, очень сильно помогает идти по жизни. Проблема высокой самооценки это тоже очень большая проблема. Почему нам снова всем надо идти к психологам и как бы самооценку можно развивать, да, даже если вы в себя не верите, ну, то есть, есть способы, как с этим работать. Это первый момент. Второй момент, опять же, то, что я говорила, понимать, что если вам люди говорят какие-то гадости, они вообще не про вас, а не про того человека, который эти гадости говорит. Потом еще тоже, знаете, есть как бы такт и прочее. Ну, не каждый человек тебе скажет, что о господи, футы жирные или боже мой, как скучно ты говоришь. Ну, что, как я всегда говорю, надо внутри этих людей очень пожалеть. Вот, сочувствие, сострадание, это все работает. Понимаю, конечно, очень хочется оправдаться, сказать, да вы не поняли, это все не так. Но это бесполезно, потому что этот человек вам сказал не для того, чтобы вы оправдывались. Не надо его переубеждать, это не получится. Он вообще говорил только про себя. Он свои там истории вам как-то транслировал. Пожалеть, что вот так ему плохо живется. Ну, может быть, когда-нибудь он над собой поработает и больше так говорить не будет. А вот как, если человек не может или не хочет пока из-за того, что морально не готов пойти к психологу, развить свою самооценку? Ну, нужно научиться, во-первых, убирать критику. То есть, убирать критику. Ну, знаешь, как мы для себя зачастую самые главные критики. Мы себя очень любим гномить за там съеденный лишний кусок торта, как мы все начинаем говорить. Ну вот, и так жирное, куда еще на ночь вот это вот съела. у тебя дедлайн на работе, ты до конца уже додержала, завтра сдавать, ничего нету, и ты начинаешь себя... Вот было сколько времени, надо было раньше все это делать, ты, как всегда, до самого конца додержала, ну и там дальше еще кто как себя называет, тупицы и прочее. Это саморазрушительный процесс, так делать не нужно. Ну и я все время говорю, надо говорить с собой как с хорошим другом. Представьте, что к вам пришел друг с такой же проблемой, блин, я съела три пуска торта на ночь. Вряд ли вы ему начнете... Сто процентов не скажешь, сука, какая фужина, мразь. Ты, скорее всего, найдешь к другу какие-то теплые слова поддержки, ну или какой-то там выход из решения данной ситуации. С собой так же, как с хорошим другом. Сменить критику на доброе отношение к себе. Во-вторых, понимать, что та проблема, с которой вы сталкиваетесь, она не уникальна. Много людей испытывают точно такие же чувства. Поймите, не вы один думаете, не вы одна думаете, что вы там толстая, некрасивая, еще что-то. И чувствовать свою общность, принадлежность как бы коллективу, что это нормально проходить такой процесс, что многие люди через это проходят. третий пункт это осознанность. Это сложная штука, как бы всегда тяжело абстрактные понятия какие-то объяснять. но в целом работа психолога заключается, чтобы на уровень осознанности нас как-то вывести, понять, почему что-то случается с нами, почему в данный момент я веду себя так, почему я выбираю этот путь поведения. у меня же есть выбор, я могу делать так, а могу делать так. Вот зачем я выбираю вот этот плохой путь? Зачем я выбираю то, что я себя гноблю? Я же могу в этот момент прямо осознать, так, стоп, я хочу себя поругать. Будет ли мне от этого хорошо? Нет, давайте я пойду по другому пути. И вот умение делать этот выбор. Ну, примерно как так. Ну, смотри, у меня есть, по-моему, все пункты. И психолог, и осознанность, и самооценка, в которой я на направлении работаю. И как не каждый скажет, что я жирная, да? Но при этом, вот, например, люди иногда такие глупые вещи в себе ненавидят. Я ненавижу свои колени. Я ненавижу свои колени. Просто я не могу. Я работаю в театре, я работаю на сцене. Я понимаю, что мне надо выходить с голыми ногами на сцену, и все, я говорю мужу, я не могу, я не знаю, что делать, я не пойду в этих коленях. Вот коленка. А что с ними? Я считаю, что они уродливые. Понимаешь? И хоть ты тресни. Марин! Я смотрю на них. Вот твоя коленка красивая. Я думаю, вот родинки. Понимаешь? Родинки, красивая кожа. А тут какие-то дырки, они синего цвета. Понимаешь? И хоть ты тресни, сколько бы не было осознанности. А почему именно колени? Вот я не знаю, почему именно колени. Ты что, не помнишь, когда кто тебе сказал, что у тебя страшные колени? Ну, я думаю, это началось от бедер, потому что всегда были бедра широкие, а талия узкая, и я всегда очень переживала, что у меня широкие бедра. Красиво же. Потом я пришла в театральный институт, и там меня наградили тонной комплексов, потому что все девочки из моего курса весили по 40 килограмм, были вот такие. И я одна, ну, я-то разницу в росте не смотрю, что она метр пятьдесят, а я метр семьдесят пять. А вот то, что она весит сорок, а я шестьдесят, для меня это всегда была боль. И тут, конечно, никуда не денешься, но то есть в первый раз у меня был спектакль, когда мне надо было выйти в рубашке, в одной рубашке, длинная рубашка и голые ноги. И я весь спектакль была так. Я ревела, я тебе серьезно говорю, наверное, часа два. Просто при всей своей осознанности, просто потому что я понимаю, я выхожу на сцену с голыми ногами. А еще же знаешь, как бывает, а вот у этой артистки такие ноги, я тоже хочу такие. И все, хоть ты тресни. Я не могу. Ну, понимаешь, а осознанность есть. А я не представляю, что испытывает человек, у которого нет столько даже осознанности, сколько у меня, у которого нет психолога, у которого нет вот этой попытки самосознания, и еще которому мне-то все стороны хоть говорят, что ты солнышко, сладенькое, молодец, спасибо моим родным, но при этом есть люди, которым так не говорят. И как им выходить из этой ситуации, я вообще не представляю. Ну, смотри, первая твоя история нам показывает, что даже человек публичный, суперактриса, суперкрасивый, как бы, ну, в обществе там любая девушка тебе скажет «Вау!» имеет свои проблемы. Это, кстати, история про то, что девушки, которые становятся королевами красоты, они жутко в себя не уверены. Они считают себя суперстрашными уродинами, хотя вроде бы как на мировом там уровне ей дали вот эту корону на деле, это ей все равно не помогает, даже корона не помогает. Можно лучше, можно лучше, можно лучше. Вот. И это история про то, что, ну, собственно, от этого страдают даже конвенционально очень красивые люди, как бы вот мы приняли, что это как бы суперкрасиво. Это значит, что неважно, какая у тебя внешность, ты всегда найдешь к чему придраться, например, коленком, хотя казалось бы. И причем, ну, вот мы смеемся, но для тебя, ты говоришь, это настолько большая травма, что выйти на сцену с голыми ногами в первый раз это было ужасно просто, да. Сейчас уже полегче, конечно, но в первый раз это было кошмар. И то, если будет это, например, если рубашка будет вот такой, вот не вот такой длины, а вот такой длины, то все. Я приходила и говорю, нет, мне другую рубашку, я не могу, у меня толстые бедра. Хоть ты тресни, понимаешь? А я смотрю на свою маму, прости меня, маму, которая после моих родов, у нее четверо детей, меня она родила почти в 40, и после этого резко набрала, ну, после четвертого ребенка в 40 лет, и все, и сбросить не могла. И с тех пор она в этом весе и существует, и она не может, она себя гнобит, ей ничего не нравится. И хоть ты тресни, я ей говорю, ты прекрасна, ты самая лучшая, у тебя все замечательно, нет, я буду худеть, у меня худеть не получается, а я съем тортик, а теперь я себя гноблю за то, что я ем тортик. И в итоге человек, вот сколько мне, 25, и она вот в этом крутится уже сколько лет, с моего рождения, и никак не может. Это, кстати, очень большая история, очень часто женщины после родов меняются, и потом не могут принять эти изменения. И не только после родов, очень часто женщины с возрастом не могут принять изменения. И это опять возвращает нас к тому, что мы не можем всю жизнь прожить в одном теле 20-летнего подростка. У нас бывают изменения. И это не значит, что с нами становится, что наш тело становится хуже, мы хуже. Это как бы просто нормальное течение времени. И когда ты это понимаешь и признаешь, как бы это тебе дается легче. Я после родов уже не буду такой, как до родов. И это нормально. Это люди, которые это не понимают, особенно мужчины. Я видела какое-то ужасное интервью какого-то комика, который сказал, вот у него же там жена родила, и он сказал, не, ну месяц ты еще можешь, а потом будет добра как бы это, поработать и вернуться, иначе меня как бы не возбуждает. Вот это страшно. То есть мужчина, который не... Я такая думаю, господи, ты 9 месяцев носил, а потом вытужил из себя нового человека. Чего вы еще от меня хотите? Ну так-то, если подумать. Твоя мама четверых из себя вытужила. Как можно, как бы родив четырех детей, ну стать такой же, как до? Да, ты не будешь прежде, но почему мы считаем, что я стала... До было лучше. Ну как бы, я стала хуже. Господи, богиня, ты дала новую жизнь. Вот эти вот мужики, которые шеймят женщин, ты, блин, сначала роди, а ты 9 месяцев поноси в себе, а потом там что-то еще говори. Ну вот это страшно. На самом деле, это очень важная тема, про которую я хотела спросить, потому что вот у меня есть поддержка от родных, от любимого, от родственников, от театра, от подписчиков аудитории. А у очень многих этой поддержки нет. И когда тебе любимый мужчина, твой самый родной, самый близкий, говорит, что ты толстая, или намекает, или меньше становится секс, что сразу происходит? Меньше секса, я толстая. Все, у меня с моими пропорциями, с моей молодостью, с моим лицом, неделю нет от мужчины моего какого-то желания, все, я сижу, я толстая, он меня не хочет, я не могу. Я, ну, понимаешь, как от этого уйти женщине, когда она, когда ей серьезно мужчина говорит, вот то, что ты говоришь от комика, что будь добра, похудей, или ты толстая. Еще если при этом мужчина-атлет, да, дай бог, потому что если нет, то как бы еще можно подумать. Ну, зачастую они как раз далеко нет, но вот тебе эти комплексы нормально так вселяют. Да, но как, что им отвечать? Как, вот когда ты, это хейтер, понятно, ты ему что-то не отвечаешь. Знаете, как, и говорю, конечно, самое страшное, это же уже родить, и вдруг понять, что ты, мало того, что ты живешь, еще и родила от мудака. Но в целом, будь мы честны, это же не первый раз, когда он так себя ведет, звоночки, они были давно за. Ну, то есть просто в этот раз это уже как бы был не звоночек, а колокол. Ну, то есть надо понимать, что как не все люди вокруг нормально, как не все женщины нормально воспринимают тело, а также и не все мужчины. То есть вот, что нам помогает осознанность? Понимать, что если мы росли в обществе, где нам навязывали определенный тип тела как красивый, то есть мы его видели там в кино, в рекламах, вот там в инстаграме, это не значит, что в жизни оно так. Вот если мы понимаем, что, ну там да, вот это такой жанр, в кино женщина должна быть такой, вот модель должна быть такой, чтобы на ней там одежка лучше сидела. но в жизни разнообразие тел, люди разные, и это нормально. Вот когда ты это понимаешь, как бы осознаешь и принимаешь, то ты как бы к другим людям без всяких претензий относишься. А если, ну вот как женщина считает, что вот надо быть такой, тогда будет у тебя счастье, и только такие женщины и мужчинам нравятся, то, конечно же, ее жизнь превращается в ад, в погоню каждый раз за вот этой фигурой. Потому что иначе, как она считает, она мужчинам нравится не будет. Но я такая, ну окей, вот можно гнаться там за этой фигурой там какое-то время, но потом, после родов, опять для них новый стресс, с возрастом, опять, ну то есть, а что делать, окей, опять же, по их логике, в какой-то момент тогда вас мужчина все равно заменит на то, что будет моложе, красивее и прочее. Если ты относишься к женщине только как вот какой-то, ну там, вот определенной фигуре, то она для тебя не человек, она для тебя объект. Я по такому принципу айфоны вот новые покупаю. Вот вышел новый у него функции, более классный, камера лучше, я тебе сменил на новый айфон. Если я по такому принципу буду себе женщину подбирать, ну это большой вопрос, почему вы хотите стать такой женщиной для такого мужчины? То есть, как бы в моей картине мира, как только ты видишь такого мужчину, такая спасибо, до свидания. Вот если бы все женщины это поняли, у таких мужиков просто бы вообще не было секса. И все бы вдруг резко задумались. Но поскольку как бы в нашей действительности, опять же, почему-то главное в жизни женщины это мужчина, и все мыслят категориями, что вот мне надо похудеть, тогда это будет нравиться мужчинам, как мне пишут. Ну, конечно, кого вы обманываете? Такие женщины, как вы, мужчинам не нравятся. Я думаю, господи, как будто главное в жизни женщине это нравится мужчинам. Но правда, не сводится вся жизнь женщины к этому. То есть, получается, что нам нужно просвещать и тебе, твоим блогом, да, и нашим вот этим интервью не только женщин, а во много мужчин, потому что менять их мировосприятие. Ну, конечно, мы как бы, когда мужчина, опять же, прекрасно понимает, что, ну, не все вокруг Анжелины Джоли. Более того, не все вокруг порно-актрисы. Так я больше скажу, у порно-актрис, я вам как кино-актриса говорю, у порно-актрис ракурсы, и у Анжелины Джоли тоже ракурсы. Посмотреть в жизнь, анекдот есть. Рабочая сторона. Анекдот есть, знаешь, про Анжелину Джоли, простите, короткий анекдот. Попал мужик на необитаемом, ну, корабль, потерпел кораблекрушение, и мужик на необитаемом острове оказался с Анжелиной Джоли. Ну, как бы, Вась, 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 начали жить вместе, начали спать, уже там у них почти семья, а мужика вот все, что-то его смущает, что-то смущает. Он ходит день, ходит два, ходит три, ходит четыре, мучается, мучается, и потом психует, берет камень, рисует на нем галькой телефон, набирает воображаемые цифры. Прикинь, Васька, я Джоли трахаю. Смешку. Без этого нет удовлетворения, да, как будто бы, вот, мне надо показать. Ну, я опять же говорю, слушай, есть мужчины, которые в общество только с эскортницами выходят, потому что для них важна эта статусность. Я думаю, вот опять же, их можно пожалеть, если вся твоя жизнь подчинена тому, что о тебе подумают партнеры. Вот, смотрите, я бабу какую явил, я там олимпийскую чемпионку трахаю, как будто вот этим я себе зарабатываю очки. Мне остается этих мужчин только очень сильно пожалеть. Ну, правда, вот, хреновая у них жизнь. Слава богу, что есть другие. Это же их страх, настолько страх, что при возможности найти нормальную, классную женщину, с которой как бы развиваться, вместе расти, строить отношения, он, значит, выбирает вот какую-то картинку, которая что-то там компостирует мозги, сумками Луи Войтон, там еще что-то, там все равно товарно-денежные отношения, там очень все логично, я тебе даю вот это, ты мне за это деньги, все. Ну, то есть, зачем, если вам нужны товарно-денежные отношения, не вопрос, ну, то есть, я тут никого менять не буду, но если, как вы вот там говорите, любовь, морковь и прочее, ну, нету вот любви, моркови и всего прочего в отношениях, где мужчина вам говорит, что, слушай, похудеет, то ты какая-то неебабельная. Часто тебе пишут мужчины? Что именно? Ну, просто пишут, нет, давай, давай сперва так, часто тебе пишут мужчины, что ты жирная? Ну, нет, не очень, но тоже бывает пишут. Реже, чем женщины, да? Ну, у меня в основном женская аудитория блога, а пишут тебе мужчины, что ты как-то их взгляд поменяла, или то, что ты красивая? Мне очень многие мужчины, в основном, большинство мужчин, у меня такие посредовательные зрители, потому что их жены на меня подписаны, и как бы они смотрят через жены. Мне каждый раз там жены пишут, ой, мой уже там говорит, что там у Маши сегодня покажи, там вот это. То есть в таком плане. Есть какие-то мужчины, я, кстати, очень радуюсь, когда они задают, например, вопрос, что вот у меня есть девушка, я считаю, я ее очень люблю, считаю ее суперкрасивой, но она каждый раз говорит, что она жирная, и я не знаю, как вот ей помочь с этим справиться, потому что я считаю, что с ней все окей. Красавчик, кто это был, ты красавчик? Да, я в этот момент, значит, я смахиваюсь в слезу, думаю, господи, какой ты прекрасный молодой человек. Я считаю, что вот, вот это вот нормальный, логичный подход. Ну, то есть, это не то, что вокруг все мужики, как бы, ужасные есть хорошие, точно так же, как, слушайте, ну, и с женщинами не совсем все в порядке. Кто-то шизофреник, например. Это я. Нет, на самом деле, вот есть еще такое интересное мнение, интересно, что ты об этом думаешь. Моя мама всегда говорила, Рина, меня мама Риной называет, Рина, никогда не говори мужчине, что в тебе что-то не так. Он начнет это видеть. То есть, так ты прекрасно, а ты начнешь говорить, ой, у меня бедра жирные, ой, у меня тут живот, ой, мне что-то мои скулы не нравятся. И в какой-то момент мужик действительно начнет думать, что это так. то есть, раз она говорит, значит, я что-то не понимаю. Как ты думаешь? Слушай, ну, у нас родители вообще много всякой хрени нам советовали. Мам, прости. Из серии ни в коем случае нельзя мужчины загружать своими проблемами, и вообще они как-то к мужчине как к какому-то, я не знаю, священному козлу относились. Священный козл. Что типа там, я не знаю, нам надо поклоняться, вот, не дай бог у тебя голова заболит, он пришел с работы, ты должна быть веселая, ухоженная, ужин тут готов, ты его встречаешь. Ну, мне кажется, уже сейчас было столько историй про этих, почему женщины убивают. Тут был прекрасный сериал, где вот такие все, идеально. Когда она голая за столом сидит. Ой, какой момент классный. Идеальные домохозяйки, на самом деле, реально очень страдают. Слушайте, не надо как бы превращать кого-то вот в этого священного козла, ни женщину, ни мужчину. Если мы говорим об отношениях, как об отношениях двух равноправных партнеров, то это логично, что с партнером ты можешь поделиться какими-то своими проблемами. Но в первую очередь, как с друзьями, мы делимся своей проблемой, потому что мы в ответ хотим получить поддержку. То есть вот у нас это болит, и нам как бы хочется, чтобы нас поддержали. Может быть, в каком-то случае помогли найти решение проблемы или еще что-то. Если, собственно, партнер тебе дает в ответ вот эту поддержку, ну, супер, значит, у вас классные отношения, все, значит, с вами хорошо. Вот. Хорошо. А еще хочу другую совсем тему затронуть, которая, мне кажется, на самом деле, совсем не другая тема. Это твои путешествия. Потому что... Глаза загорели сразу. Потому что мне кажется, что твои путешествия... Слушай, я все рилзы снимаю, снимаю. Я думаю, надо вот важный про бодипозитив и про сейс, а просмотры набирают путешествия. Ну, извини, пожалуйста, но я вас умоляю, если вы не подписаны на Машу, то вы прямо сейчас заходите на ее страницу Маши Давай, листаете на видео, где мужики из африканского племени моют себе голову мочой буйвола. Вот вы это посмотрите. Я тебе клянусь, я в этом сделала вот так. Ты черт, что это такое? Ну, то есть, на самом деле, у меня это вызывает чинячий восторг. Я всегда мечтала путешествовать и многие мечтают. И даже те, кто не мечтают, и которые говорят, а, что ты деньги тратишь, лучше бы ты купила себе что-то. Они, на самом деле, просто, наверное, не прочувствовали этого кайфа. Но, на самом деле, мне кажется, что твои путешествия напрямую связаны с тем, что ты делаешь, вообще с твоей какой-то позиции вот этого просвещения, позиции того, что мир не имеет границ. Как границ в наших головах, так и границ здесь. То есть, я могу быть в Африке, могу быть в Мурманске, как мне понравилось. Да, и везде есть... Откуда у тебя такая страсть? Она всегда была? Слушай, мне кажется, это больше какое-то журналистское качество, потому что, в основном, самые мои интересные путешествия, они так или иначе связаны с историями людей. Я, как бы, не такой большой фанат поехать по... Всё включено, полежать в Турции на пляже, хотя бывают моменты, когда я устаю так сильно, что я понимаю, мне сейчас только вот это нужно. Я могу там неделю с лежака не вставать, потому что, ну, как бы ты так встаёшь. Но в основном мне интересно найти какую-то историю, которую хочется рассказать миру. Ну, такое журналистское качество. И вот тут ты начинаешь искать что-то необычное, что, скорее всего, ещё мало кто видел, и что будет интересно. потому что мы вообще не знаем, как живут китобои на Чукотке. Ну, правда. Не все знают, где Чукотка. И там не то, чтобы ты приедешь в посёлок, где 200 жителей, и там вот тебе отель, вот тебе спа, там ничего этого нет, туда ещё вообще поди хрен доберёшься. Но там живут люди. И то, как они живут, о чём они думают, как бы, как устроена их жизнь, мне это настолько интересно. Как бы из этого интереса исходят все мои путешествия. Поэтому я езжу в какой-то абсолютно жипетон мира. Но не всегда. Вот. Потому что ну, там всегда круто. Я, правда, иногда думаю о себе из серии собирается экспедиция в Южный Судан. Я такая, Южный Судан? Там уже лет 20 идёт гражданская война. Я такая, ну, мы поедем смотреть племена. Я такая, да! Типа, жить с племенами в Южном Судане, да! Вот. И осознание того, потом, что ты пережил, оно накатывает позже. Когда ты уже возвращаешься, и ты такой думаешь, ё-моё, если так подумать, за всю поездку я не видела ни одной белой женщины. В каждом племени было до хрена оружие автоматов и пулемётов. Ну, то есть, как бы, в целом всё твоё пребывание держится на каком-то таком условных договорённости, потому что, если в какой-то момент кто-либо из, там, царьков и князьков, потому что там очень коррумпированное всё, ты пока едешь, там, десять раз на поклоны, этот человек контролирует эту область, этот ту, вот там везде плачешь. Если в какой-то момент этот человек скажет, а вот эта женщина остаётся тут, ну, никто ничего с этим не сделает. Не страшно? И ты позже уже осознаёшь, что в целом, вот мы засыпали, и там, ты слышишь стрельбу где-то, ну, думаешь, ну, не в нашем же лагере стреляют, и в перестрелку мы там попадали, там, когда, ну, между племенами разборки, как бы, и вот замес начался, просто когда начали стрелять, мне вот так сразу нагнули, такие быстро бежим к машинам, а ты всё это как приключение такое воспринимаешь, тебе кажется, ууу, классно, а потом слушаешь рассказ подруги, которая работает в Юэн, United Nations, и она работала в Южном Судане, ну, то есть, когда она увидела, что я там, она просто такая, господи, кто из туристов вообще туда ездит, то есть, она там по работе жила, и вот она рассказывает, ну, да, вот она там отработала полтора, что ли, года, уехала, а её подружка там осталась, она у неё ещё там заканчивалась эта лахта, и вот их юнит, там начались опять очередные племенные войны, они всегда идут за скот, в общем, что-то всех постреляли, ворвались в их юнит, ну, как бы, да, мужиков убили, а женщин долго насиловали все подряд, да, вот такая вот жизнь, и, а после, только до тебя доходит, и ты такой, да, какое твое любимое место, из всех, в которых ты была? Ну, я не знаю, насчёт меня, я очень люблю Африку, мне кажется, что это самый крутой континент вообще, из-за своей этничности, близости к природе и близости. Ну, вот, как-то всё вместе, там вот всё настолько первопытнее, ближе вот к настоящности, что там как-то абсолютно тебя торкает по-другому. Сейчас, сейчас в комментариях кто-нибудь напишет, а как же бабы, которые кольца себя на шею вешают, чтобы шею удлинять, это же тоже. Ой, слушайте, я в стольких племенах была, там, чё только себе не вешают, и куда только не вешают. К мурсикам мы ездили, они в гуси, такие большие тарелки вообще вставляют. Вот. Слушай, ты прям вся, на самом деле, вот если бы, знаешь, говорят, у человека есть одно слово, ну, это как, да, определить человека одним словом, я бы тебя определила словом гуманизм, как будто бы все твои слова направлены на любовь к людям, вот к любым, просто вот к человеку, как он есть. А вот скажи, пожалуйста, был ли какой-нибудь комментарий, какое-нибудь сообщение, или кто-то в жизни тебе говорил, что-то, что тебя действительно задело? Ну, конечно, я же не робот, ну, то есть, абсолютно. Да, просто сейчас изначально звучало так, как будто ты прям, все эти преграды тебе нипочём. Ну, нет, слушайте, мы все люди, это абсолютно вообще нормально, что нас, и не то, что меня задевает, то есть, конечно, когда я читаю комментарии какой-то там из серии, ты же, мое первое будет, ну, мне это неприятно, ну, кому приятно? Я как всегда удивляюсь, эти люди так еще говорят, ну, вы же блогер, вы должны, слушать критику, я думаю, а вот им так будет нравиться, когда им будут говорить, вы жирные, они такие, ой, спасибо большое за критику, а вот тебе так. Спасибо, я так теперь буду отвечать, ой, спасибо большое за критику. Любому человеку неприятно. Другой вопрос, что помогает осознанность, как бы, ты понимаешь, что тебе неприятно, еще у тебя, естественно, желание оправдаться, что-то написать в ответ, особенно тебя, когда обвиняют в чем-то, из серии, что, кого вы обманываете, что у вас есть секс, типа, у таких толстых секса не бывает. Тебе в ответ, конечно, хочется написать, что, да нет, это неправда, я тоже травлюсь, а потом, ну, как бы, это твой первый порыв, что абсолютно нормально, но ты в этот момент, что тебе помогает, эта осознанность понять, так, Маш, спокойно, даже если этому человеку, я напишу, что только что, вот, у меня был секс, еще сниму видео, покажу, вот, смотрите, мужик рядом в постели лежит, изменит это его отношение, конечно, нет, потому что, он скажет, фу, потаскуха, видео мне присылаешь. Он не про меня писал, что я уже говорил, он поделился своими болями, как бы, в этот момент я это понимаю, признаю, и я говорю все, что я могу, собственно, пожалеть этого человека, ему посочувствовать, ну, то есть, это какой-то диалог, который идет в голове, чем больше ты проводишь таких диалогов, тем у тебя уже автоматизирование, быстрее, ну, то есть, ну, тоже все зависит, я могу быть абсолютно в ресурсе, все окей, так воспринимать, а бывает, правда, у всех бывают плохие дни, когда там и мне плохо, и устала, и вообще еще что-то там не получилось, случилось там, поругался с кем-то, и вот на это все, тебе еще вот это пишут, ну, и все, ты такой, ааа, жизнь дерьмо, опять же скажите, кто из нас вот такого не переживал, ну, нормально, это все нормально, я тут пару дней назад так взорвалась, потому что мне женщина сказала про переработку мусора, я такой спич устроила, но суть в том, что я, мы решили с мужем провести эксперимент, увидели в тиктоке, видео, как женщину приклеили скотчем к стене, я говорю, пошли пробовать, у нас идеальные стены, мы купили такой же алюминиевый скотч, и Реге говорит, сейчас я буду приклеивать себя к стене, все такие, вау, клево, давай, и одна женщина мне написала сообщение, ну, конечно, ведь мы за экологию не волнуемся, пускай после нас хоть потоп, а суть в том, что я, наверное, меня, почему это задело, потому что я, наверное, литров сто в месяц перерабатываю мусора, и меня просто так бомбануло, я обычно спокойно отношусь, но меня просто аж затрясло, я взяла, вот, я начала оправдываться, видишь, вот первый посыл свой, я взяла свою камеру, я очень злобно оправдываюсь, но оправдываюсь, я взяла камеру, и сняла им все вообще, всю свою переработку, которая там по каждым щелям, и говорю, отвалите от меня, но на самом деле, очень попало, очень попало, хотя казалось бы, мне тоже такая хрень, вот такая малость, когда какую-нибудь дрань пишут, вы плохая актриса, я так, ты не видел меня в театре, иди в задницу, понимаешь, слушай, ну а вот я была в хаски-парке, хаски прекрасные, там люди содержат хаски, ты с ними собакинами обнимаешься, гуляешь, там еще что-то, и тебе в ответ, я вообще не понимаю, как можно заниматься спородистыми собаками, когда вокруг так много бездомных, ну то есть, ну что, ну что еще, как бы, слушай, каждый тебе может какой-то гамп, как будто бы эта хрень попадает сильнее, вот как это работает, я просто уже начинаю смеяться, мне тоже про какую-то экологию пишут, про это, люди постоянно найдут к чему придраться, что до этого у вас то, а здесь вы не подумали, а вот она такая святая, ну честно, я вот думаю, знаешь, если человек, который, не знаю, не жрет мясо, ну, то есть, чтобы кому-то предъявлять претензии, вообще, ты в первых местах соответствует, ну как бы да, ну, а то она там пластиковыми вилками и ложками никогда не ела, ну, ё-моё, ну вы чё ваше в самом деле, вилы, конечно, слушай, как ты видишь, вот сейчас, на данном этапе. Я, кстати, вспомнила, но это тоже задевало, в общем, когда я на Чикотку ездила, как раз, к китобоям, вот ты живёшь, деревня, 200 человек, далеко от цивилизации, понятно, там никаких ресторанов, кафе, вообще ничего нет, ты живёшь на квартирах с этими людьми, ешь ты то, что они приготовили, и что они приготовили, как бы, то вы едите, рацион еды у этих людей, это кит, ну, то есть, это мясо кита, сало кита, мантак называется, вот тебе суп с китом варят, котлеты из кита, там нету, в основном, другого мяса, потому что продукты туда завозить очень дорого, только на самолёте можно доставлять, летом есть очень короткий сезон навигации, когда там два месяца корабль, что-то может привезти, в остальное время там в магазин заходишь, ты видишь цену яблок, где там 500 рублей килограмм, например, ну, и в основном понятно, что люди питаются то, что вот их даёт земля. Ну, я никогда в жизни не говорила, что я вегетарианец, ну, дают мне котлеты из Китая, я ем котлеты из Китая. Блядь, сколько я отхватила говна за это, просто, вот это вот было, ну, и там мне правда хотелось оправдываться, что-то объяснять, но я потом тоже думала, вот эта история с оправданиями, она вечно не работает, тебе очень хочется, нет, вы не так подумали, я на самом деле хорошее, нам же очень важно чувствовать себя хорошими, ну, это нормально, мы думаем, конечно, в первую очередь человек уверен, что с ним всё окей, ну, потому что ему будет болезненно это понимание, что с ним что-то не так, вот, и очень хочется сказать, я всё хорошее, со мной всё хорошо, но, наверное, это не тот случай, когда это надо делать, вряд ли я как-то смогу переубедить этого человека, пусть он думает, что хочет, те, кто понял, тот понял, те, кто не понял, ну, извините, ну, то есть, опять же, я говорю, чтобы всем нравится, тогда мне там надо было питаться хлебом, ну, то есть, вот тебе дают всё, что есть, суп из Китая и хлеб, больше у тебя еды нету, ну, то есть, как бы, я могу есть хлеб, чтобы все считали тогда меня хорошим, но я хочу есть суп, я в этой ситуации буду исходить из своих желаний, а не из того, чтобы кому-то нравится, и обо мне хорошо думали. Слушай, как ты видишь сейчас свою дальнейшую личную жизнь? Так, мне кажется, замечательно, я вот сейчас собираюсь в Испанию поехать, думаю, будет много классных свиданий в Испании, открою Тиндер, как пойду. То есть, нет такого всё-таки, да, как ни крути, нет такого, что нужна семья, мне там столько, сколько-то лет. Всё равно же эти социальные, как бы мы от них не пытались отгородиться, они же всё равно в нас прилетают каждый раз под сознанием или со стороны, что вот надо семью, надо семью. Слушай, у меня такое было, ну, раньше, прям очень, до работы с психологом совсем, от этого было очень тяжело, типа, как же так, вот, уже все вокруг, надо семью, там, надо детей. у меня сейчас этого нет, потому что я понимаю, как-то очень чётко, что не у каждого цель в жизни состояться в семье. Ну, то есть, есть разные увлечения, разные желания. Мы же не гнобим людей, которые играют там в баскетбол, за то, что они в лапту играют. Не знаю, интересы бывают разные. Вот, и я не ставлю себе вот эту, как бы, самоцель, вот, срочно семью построить. Это не значит, что я против семьи. Я просто, как бы, я плыву по течению, и, возможно, я встречу мужчину, с которым мне будет так хорошо и комфортно, и мы вместе захотим строить семью. Я не буду против этого. Но я не ставлю себе это самоцелью. Что тебе? Найти мужа за 20 минут. Вот меня, знаешь, когда в описаниях в Тиндере пишут только серьезные отношения, меня это так сразу пугает. Ну, как будто, знаешь, вот ты сейчас пойдешь на свидание, а тебе так, ну, извини, если вот ты просто, как бы, на свидание сходить, то мне такого не нужно. Я только за серьезные отношения. Я хочу получать удовольствие от общения с людьми. Мне нравится, слушайте, свидание, это же классно. Как-то вот период вы узнаете друг друга, что там общаетесь, ходите, вот эти бабочки появляются, еще что-то. Но необязательно из-за этого должны вылиться прям серьезные отношения. И не у всех они выливаются. Поэтому мне не хочется ставить вот это, когда ты ставишь такую цель, потом как-то очень болезненно каждый раз разочаровываться. Опять не получились там отношения. Я это воспринимаю, это опять же опыт. Это общение с прекрасными мужчинами в разных уголках мира. Ну, как бы это все классно и замечательно. Но при этом я как-то настолько окей с тем, что... Ну, а возможно, например, у меня детей не будет. И такое тоже бывает. И я там не думаю, что, ну, значит, все, жизнь твоя бессмысленна. Мне как-то в этой ситуации комфортно себя чувствовать. Я потом уже опять понимаю, что уж если когда-то мне настолько захочется вкладывать, ну, что-то там, вот в ребенка, в конце концов детей можно усыновлять. Я в этом плане абсолютно считаю, что это моя кровинушка. Мне очень нравится общаться с детьми, особенно с подростками, потому что подростковый возраст, он такой сложный. И вот это отрицание всего и вся. И когда подростки себе находят вот какого-то человека, в которого они верят, которого они готовы слушать, правило, не родители, все, что говорят родители, они отрицают. Вот я зачастую, как бы, бываю таким человеком для подростков. Потому что, как бы, я их понимаю, я сама была подростком, я знаю, как это хреново. И вот им кажется, что вот со мной можно общаться. Вот. Меня это, кстати, очень вдохновляет. Очень жаль, что по всем нашим законам тем нынешним с подростками не особо можно разговаривать на те темы, о которых я привыкла разговаривать. Хотя я считаю, что это очень важно. Я тоже считаю, что это суперважно. И что у нас нет секс-просвещения в школах. Это глубочайшая ошибка. И то, что все там дают материнские капиталы на то, чтобы побольше детей рожали. Вы лучше секс-просвещение сделайте. И вот такая у вас начнется увеличение населения. Вообще замечательно. Только осознанное. Вот. Слушай, хочу такую штуку сделать. Есть у нас? Хочу прочитать тебе пару комментариев твоих, которые тебе писали. Давай. А ты прокомментируешь. Давай. Спасибо. Так. Конечно же, они будут неприятные. Надо будут приятные. Кстати, знаешь, эта история, каждый раз, когда люди пишут, вот я вам столько хорошего пишу, а вы реагируете только на плохое. Это свойство нашей психики. Мы все время на негативе зацикливаемся. У тебя может быть сто положительных отзывов, но один негативный, он так тебя из колеи выбирает, что он обесценивает вот эти... Все сто. Все сто хороших. Ты такой... Вот. Это правда. Все мы там были. Все мы люди, все мы человеки. Так. Я бы впала в депресняк, будь у меня такой живот. Смеющийся смайлик. Здесь и сейчас и стремиться к идеалу. Одно другому не мешает. Чуть меньше жрать, чуть больше активности, только на пользу мозгу, росту и развитию. Что бы ты ответила такому человеку, если бы ты могла ответить? Я каждый раз... В общем, знаешь, я тут сижу, как эта ебанашка, и каждый раз говорю про там больше любви и еще что-то. Но это, на самом деле, очень долгий путь, через который я прошла. Я понимаю, что пропагандировать любовь, это не так весело, как говорить, давайте в ответ, ну, что-нибудь такое, тоже говнеца под нальем, тоже посмешнее будет. Нам же всем хочется сказать. Что она там вначале написала, что я бы впала... Я бы впала в депресняк, будь у меня такой живот. Вот. И так, а я сейчас напишу, а я бы впала в депресняк, будь у меня столько мозгов, сколько у тебя. Ну, там, например, мы же все какое-нибудь говно в ответ льем. Но я говорю, если так сесть и подумать, что пишет женщина, что мне настолько больно как бы принимать тело в его нормальном состоянии, что как бы все, что я делаю, это вот стремиться к их неким идеалам. А если это стройная женщина пишет? Отчего она это пишет? Ну, такая... Ее жизнь... Слушай, сколько это работы, ну, держать себя вот... То есть есть кто-то, у кого классный там метаболизм, и люди сколько в себя там... Не едят, у них все... Это не мы. Вот. Но для большинства это же сколько усилий. Ну, то есть я вкладываю столько усилий в то, чтобы быть привлекательной, там, как бы, и чтобы у меня там были мужчины и секс, а вот она ничего не делает, еще почему-то выпячивает вот это вот здесь на общее обозрение, как она смеет. То есть я в этот момент говорю, мне остается, ну, пожалеть, и иногда бывает, я могу зайти, если открытый профиль, я посмотрю фотографии, зачастую так пишут, кстати, женщины абсолютно точно такие же, как я по комплекции, вот. Но если ты в ответ там можешь написать, слушайте, я вашу фотографию посмотрела, вы такая красивая, ну, то есть у них вообще вот... Что? Как? Это здорово. Хороший ход. Эти люди привыкли к говну. Зачастую говно, они в ответ получают. А вот проявление какой-то любви, это для них очень большая редкость. Я считаю, что лечить можно только любовью. Вот так я считаю. Замечательно сказала. Интересная тема. Как удобно прикрываться бодипозитивом? Вообще многие пишут, да? Вот я смотрю, удобная позиция, чтобы сжирать всё подряд и не тренироваться. Оправдываете свою линию любовь к еде? Понимаю, сама такая. Вот, но тут, а как удобно прикрываться бодипозитивом? Пока вы молодая, полнота вам идёт. Но с возрастом это будет сказываться на здоровье. И вот тогда-то женщины начинают искать диеты, активно худеть и меняться. Но зачем доводить себя до критической точки, когда можно по жизни иметь правильные привычки? Не есть пищевой мусор. Да это невозможно! Я каждый раз думаю, вот это пишут женщины, которая никогда в жизни не ела в Макдональдсе с похмелья, чипсики в себя не затачивала, пиццу на ужин не заказывала. Ну, кому? И держать фигуру в тонусе, занимаясь хотя бы утренней зарядкой. Утренняя зарядка не даёт тонус к телу. Но каждый выбирает своё, никто никому ничего не навязывает. А если, по вашему мнению, всё же навязывают, то разве это плохо? ЗОЖ, правильные привычки, работа над собой и спорт. Ведь именно это стоит за красивой фигурой. Я знаю человека, наверное, три в своей жизни, которые реально правильно питаются. Вот просто... Но эти люди никогда так не напишут. Знаешь, а вот вопрос, что такое правильное, это тоже у меня каждый раз... У меня вообще всегда много вопросов к этим людям. Можно подумать, вот они ведут такой правильный образ жизни. Каждое утро зарядка, супер правильное питание. Я там не знаю, никогда в жизни не едят ни сахар, ни чипсы, ни пиццу, ни укреплённые эти. Ну, давайте будем честны. Если твоя жизнь состоит только из ограничений, то, блин, ты вообще свихнёшься. Я потом... Как-то всё они пишут с такой уверенностью, что в моей жизни нет физнагрузок, что я неправильно питаюсь. Ты же плаваешь? Я больше 10 лет плаваю, я хожу регулярно в бассейн, я занимаюсь тренером. Ну, камон, я за час по 2 километра проплываю там и с разной интенсивностью, там, с нагрузками тренировки. Ну, раз не видно результата на фигуре, значит, ты недостаточно работаешь. Потому что, опять же, я хожу в бассейн не для того, чтобы быть стройной, а потому что мне это нравится. Я уловлю от этого очень большой кайф, мне нравится плавание, и я плаваю для себя, для удовольствия, не для того, чтобы быть худой. Что прибавляет твоё здоровье, но это не обязательно сказывается на твоей фигуре. Я, кстати, вообще уверена, что в целом спорт, он не столько помогает к похудению, похудение это скорее вот там, ну, не жрать, потому что люди не едят. Вот, спорт, физнагрузка, она важна, хорошо чувствуешь, адреналинчик, положительные эмоции, ну, типа, вообще всё класс, и движение это жизнь. И тоже всё только про меру, потому что я занималась профессионально лыжами, и мой тренер, ну, вообще считается, что профессиональный спорт это убийство, а не удовольствие. Мой тренер всегда говорил, если хочешь быть без грыжи, бросай нахер эти лыжи. Поэтому тут тоже надо быть точно-то своим балансом. А ты каким, беговыми? Беговыми, беговыми. Беговыми, прикольно. То есть мы с бабушкой тоже на беговых лыжах зимой, мне с детства мы всегда катались в лес вперёд, мне всегда нравилось. Ну, то есть физнагрузки в моей жизни есть, но они не серии убийца сдохнуть там в зале, чтобы наконец-то выпить. Да нет, если человеку это в кайф, то на здоровье, но зачем всем навязывать? Вот. Потом, опять же, правильное питание. Каждый раз, ребята, правильное питание это что? Вот честно. Если ты почитаешь все эти кучи диет, они все противоречат друг другу. Одни говорят, не есть углеводы, другие говорят, не есть жиры, третий говорит, что это обязательно, это нет. Я вообще схожу из того, что я слушаю свой организм, и я как бы анализирую, что происходит. Я на самом деле, ну, то есть как бы питаюсь очень классными продуктами, у меня есть на это средства. Вот. Когда ты хорошо зарабатываешь, ты можешь и рыбку есть, и икру, и всякое такое. Вот. Но при этом я четко отслеживаю, что иногда бывают стрессовые ситуации. Например, что-то хочется зажрать. Но в этот момент ты понимаешь, что в целом то, что хочется зажрать, это не про... Ну, как бы, это не самое здоровое пойдет. Но хочется сладкого. Я себе говорю, окей, значит, это будет что-то, что очень вкусное, и я, например, должна буду себе его добыть. Вот я совершу прогулку, то есть я иду через половину центра в какую-нибудь кондитерскую, где вкусные пирожные макарони. Я съем эти два пирожных макарони обратно домой догуляю, я и прогулялась и съел. Мне кажется, всё вышло очень замечательно. Это ещё к тому, что я в целом сладкое не люблю. Вот я хлеб люблю, а сладкое это не мой конёк. Но я люблю хлеб, я не отказываюсь от хлеба, я не считаю, что вот если я уберу хлеб из жизни, всё в ней изменится. Я его ем на завтрак, замечательно, мне кажется. Если убрать хлеб из жизни, то всё изменится у китал, боев, у которых ты была. Я вообще не представляю, как можно отказаться от хлеба. А я в ней же хлебушек. Ну вот, слушай, я не люблю сладкое. А я сладкое, не могу с ума схожать. Вот, ну видишь, как бы мы все разные. Разница, круто. Вот. Ещё один комментарий, последний. Стыдобище, 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 как правильно. Стыдоба. 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 Стыдобище. Да, да, советское очень. Стыдобище на кровати вибратор забыла убрать. Рука, лицо. А на самом деле, я, мне кажется, помню этот Рилс, и он специально там режет ребят, чтобы вы написали этот комментарий и заверусился ролик. Я, главное, когда кадры устраивала, смотрю часть кровати, я такая, надо вибратор кинуть. Я просто пришла, кинула вибратор, думаю, он здесь красиво лежит. Поэтому, если вы хотите сделать гадость, поймите, что вы делаете Маше хорошо в этот момент. Её ролик вирусится. Ну, даже если бы вдруг я его там нечаянно забыла, а что тут стыдного? Я вообще не понимаю, почему стыдно пользоваться вибраторами. Почему-то да, это прям даже более табуированная тема, чем секс. Ну, это то, что я объясняла, как бы, когда ты начинаешь, ты начинаешь объяснять, что вибраторы – это не для тех, у кого мужика нормального нет, а это вообще это большое разнообразие. Это то, что очень помогает тебе познакомиться со своим телом, понять, где, как и что тебе нравится. Вообще, замечательная история. Я не понимаю, почему от этого отказываться. К тому же, это то, что можно вместе с мужчиной добавлять в ваш секс, и что ещё приносит туда разнообразие. Потому что, вот если у вас сценарий всегда вот вдвоём в одной позе, то он очень быстро становится скучным. А вдруг там третий появляется, вибратор, это уже что-то новенькое. Двое в лодке, не считая. А там, знаешь, много разных сценариев уже с вибратором. А все про ограничения в голове снова же, да? абсолютно. Ну, то есть, вот ты когда говоришь, о, господи, какая стыдоба, вибраторы они тут. Ну, что в этот момент ты на самом деле имеешь в виду? Мне, конечно, очень хочется попробовать, но что же подумают люди? Поэтому я сейчас всех обосру, чтобы все думали, что, ну, я-то такая правильная, я-то такая хорошая, и вибраторов у меня на крователе никогда не лежит. Что бы ты сказала людям, которые пишут тебе негативные комментарии? Вот всем разом. Какое, не знаю, моралите, стыдоба. Я вас всех очень люблю и от души желаю, чтобы все у вас было хорошо. Чудесно. И последние два вопроса. Если бы у тебя была возможность, ну, ты и так, мне кажется, это делаешь каждый день с китами, но все-таки, если бы у тебя была возможность совершить любую дурость на свете, не имея никаких последствий, что бы ты сделала? Блин, это как раз сложный вопрос, потому что мне кажется, все, что я хочу, я и так делаю. Я про это говорю. Правда. Ну, то есть, есть какие-то моменты, куда мне там очень хочется поехать. Есть там в Амазонии, племена живут вообще в каменном веке. Очень интересно добраться. Просто туда очень тяжело добираться. Туда нет дорог, и ты через болото, ну, то есть день, ты должен идти по болотам. Ты, конечно, нанимаешь портеров, которые где-то там тебе несут эти твои мешки, а ты в этих болотных таких сапогах там идешь, вокруг какие-то комары, еще что-то. Я каждый раз об этом думаю. Так, блин, нет, я не готова через это пройти. Вот. Но так бы было интересно туда как-то забраться и посмотреть. То есть, что-то такое бывает. Но в целом, все, что я хочу, я и так делаю. У меня для этого ограничений нет. Выяснили. Гедонист и гуманист. Отлично. Слушай, второй вопрос. Вспомни себя 10 лет назад. Ну да. В какой момент жизни ты была? Что бы ты себе вот из нынешней точки тогда сказала? Той, той себе. Сходи к психологу. Это отлично. Это просто вышка. Так что скажите себе, сходи к психологу. Через 10 лет будете лучше. Ну что, Маша, спасибо тебе большое, что ты пришла. По-моему, это было очень интересно. И я надеюсь, что кого-то мы смогли переубедить. Ну, по крайней мере, двух женщин, которые сидят за камерами. Я вижу, что у них появилось вдохновение в глазах. Все, спасибо тебе. Спасибо. Кайфово. Очень интересно. Я маме скину. Маме, смотри, учись. Ой, как она воняла, господи. Мне так захотелось есть. Комбаса. Я просто сидела, вообще, меня уже прям скулы сводило. Я всю жизнь думала, что это пишется мастурбация. А оказалось, маструбация. Или наоборот. Наверное, мастурбация. Короче, я их путала. Кто-то мастурбирует, а кто-то маструбирует. Маструбирует, это что-то вам предназначено. До 30 я маструбировала, а потом оказывается, что надо было мастурбировать.